Приветствую всех, в этом видео мы поговорим о создании виджетов и их удалении, так как немногие знают, что виджеты также требуют оптимизации, и с ними тоже нужно уметь работать. Для примера, я буду использовать свой виджет, но это сейчас не важно, вы можете использовать любой виджет. Итак, создаем виджет и выводим его на экран. Теперь давайте пропишем логику для дебага. Я возьму все виджеты нужного нам класса, а именно того, что мы выводим на экран. Сделаю поиск по массиву и выведу все элементы массива на экран, так мы увидим, есть ли наш виджет в памяти. Также на Flipflop я сделаю его удаление. Казалось бы, все отлично должно работать, но тут и есть подводный камень, а именно то, что наш виджет остается в памяти и может дать неплохую нагрузку в случае, если в нем будет обрабатываться много логики. Сейчас я нажимаю на кнопку дебага и мы видим сначала один виджет и если я буду часто открывать и закрывать, то мы увидим огромное количество экземпляров нашего виджета, а теперь представьте, что там много логики и она все это время работает. Для начала я покажу вам вариант, который на мой взгляд самый правильный, но знающие люди всегда могут меня поправить. Я проверю ссылку на валидность, в случае, когда она не валидна, я создам виджет и запишу его в переменную. Если ссылка валидна, то я поставлю дополнительно проверку, находится ли наш виджет сейчас на экране или нет. Если виджет на экране, мы уберем его с экрана. Если же его там не то, добавим его. Таким образом, мы получаем своеобразный переключатель, который будет работать безотказно и всего лишь на одном экземпляре виджета, но в случае, если ссылка потеряется, то логика создаст новый экземпляр. Теперь сколько бы раз мы не открывали виджет, у нас всегда только один экземпляр этого виджета. Второй вариант может быть полезен в тех случаях, когда нам нужно будет пересоздавать виджет, в этом же случае мы используем другой алгоритм. Сначала мы используем создание виджета и вывод его на экран, а на второе нажатие или это может быть отдельная функция, мы уберем его с экрана, а также нам нужно очистить ссылку на него и после чего вызвать функцию сборки мусора, тогда все наши незадействованные экземпляры будут удалены с памяти, но важно то, что при каждом открытии у нас будет новый экземпляр, но при этом старые экземпляры будут удалены. Всем спасибо за просмотр и всем тем, кто поддерживает меня на патреон, ваша поддержка бесценна. Если вы хотите больше уроков, подписывайтесь на канал и поддержите это видео лайком. А если вы хотите поддержать канал финансово, то есть кнопка спонсорства или же ссылки в описании. Всем удачи!